друзья здравствуйте сегодня я буду печь очень вкусное печенье к чаю рецепт я взяла на дружественном канале дело вкуса рецепты на ура только лена пекла лимонное печенье я захотела апельсиновое нам понадобится 400 граммов муки 2 яйца 250 граммов сахара 1 апельсин весом 300 грамм 180 граммов размягченного сливочного масла и один пакетик разрыхлителя апельсин я хорошо вымыла и теперь с него надо снять цедру вот этот самый верхний оранжевый слой при помощи вот такой вот терки получилось вот столько цедры совсем немного и теперь нам надо из апельсина отжать сок муку надо просеять в мисочку добавить в нее разрыхлитель и перемешать другую миску положу масло оно должно быть очень мягкое я его пару часов подержала у батареи насыплю сюда сахар и щепотку соли теперь все надо растереть в однородную массу добавляю яйца цедру апельсиновый сок и опять все перемешаю и можно потихоньку подсыпать мучную смесь и замешивать тесто тесто получается очень мягкое вот такое его надо поставить в холодильник на несколько часов на 4-5 часов можно на ночь тесто у меня стояла всю ночь она очень хорошо отвердела хотя уже и через три часа из него можно было лепить печенье сейчас я сформирую из теста шарики не слишком маленькие и развожу их на противень на большом расстоянии друг от друга противень я застелила бумагой покрытой силиконом и у меня поместилось 9 колобочков сейчас я их поставлю в разогретую до 200 градусов духовку примерно минут на 20 остальное тесто я пока убрала в холодильник получились вот такие румяные лепешечки запекались они 20 минут сейчас я их сниму противня и поставлю вторую партию у меня получилось 22 печенье она очень вкусная очень ароматная имеет выраженный вкус и аромат апельсина первая партия у меня уже остыла остужать его лучше конечно на противне на котором они пеклись но поскольку я пекла партиями то я выкладывала на тарелочку застеленную полотенцем бумажным и в процессе остывания печенье надо переворачивать чтобы не отмокла донышко украсить его можно сахарной пудрой совсем слегка присыпать потому что печенье и так очень сладкое и я хочу показать вам его на разломе оно снаружи хрустящее а внутри мягкое и нежное посмотрите какая прелесть приятного аппетита